МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Родительская слава глава Чуваши Михаил Игнатсов встретился с многодетными семьями Республики. Запретить нельзя построить. Вместе в администрации Чебоксар прошли публичные слушания по микрорайону премьер. Одна награда смех столичная команда КВН Чуваши Чигу удачно стартовала в телевизионной премьер-лиге. 15 мая отмечается Международный день семьи. Его учредила Генеральная ассамблея ООН для привлечения внимания широкой общественности к проблемам этого важного социального института. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатсов встретился с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава». Кузнецовы из Новочбоксарской победители творческого конкурса «Семья года-2016». Через несколько дней они едут в Ульяновск на окружной фестиваль. Всего в Чуваши 11,5 тысяч многодетных семей. Более 3 миллиардов рублей ежегодно направляются на их поддержку. Вы считаетесь ярким примером, как нужно правильно сформировать семью, создать эту крепкую семью и воспитывать много-много детей. Это ведь огромная ответственность – нести нагрузку, эту ношу, соответственно. Но и дети, я посмотрел там справочные материалы, которые сегодня учатся в разных учебных заведениях. Искренне хочу выразить слава по-другому спереджу вам за такой подход, потому что на вас смотрят остальные, и молодые люди, и те, кто в возрасте, кто рядом с вами живет, как вы на самом деле в мире согласия, любя друг друга, живете. Семья Егоровых из Мурпосадского района в 2014 году получила медаль Ордена родительская слава. Татьяна Серафимовна рассказывает, что они с мужем Михаилом Константиновичем учились в одном классе. Потом решили создать семью. О таком почете и не мечтали. Думали о простых ценностях. Мы считаем себя достойной семьей, но у нас дети такие воспитанные. Дети все с высшим образованием, все школу заканчивали с медалями. Мы все делали вместе. Когда они еще маленькие были, все делали вместе, работали вместе. Все до сих пор смеются, что мы их поднимаем дальше в 4 утра, косить траву в поле водили. В общем, у нас, как бы сказать, они росли и в семье. Любил и в семье, брали примеры с родителей, с дедушек, с бабушек. И в спортивной семье тоже. Такие семьи не считают себя особенными и с неохотой делятся подробностями своей жизни. Вот и на встрече с главой Чуваша их рассказы в основном сводились к учебным и спортивным достижениям своих детей. Веден здоровый образ жизни, участвуем в культурно-массовом мероприятии города. Деньги играют в гармонии, в постепол, в плавание и в борту. Дочь, она еще получает от вас стипендии, как два выгода главы республики. Это большая поддержка для многодетных семей. Про проблемы на встрече почти не говорили, но, конечно, они есть во многих семьях. Кто-то не может водить ребенка в секцию слишком дорого, кто-то никак не может начать осваивать земельный участок. Сейчас каждый пятый ребенок в Чувашии рождается в многодетных семьях. Они в дополнение к федеральному материнскому капиталу могут получить и республиканский. На это в бюджете предусмотрено почти 200 миллионов рублей. Кроме социальных выплат многодетным семьям в республике бесплатно предоставляются земельные участки. Их получили более 5,5 тысяч семей. А семьям с пятью детьми предоставляется жилье по социальному найму. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. В республике проведут месячник по борьбе с употреблением спиртосодержащих жидкостей. Такую инициативу Минэкономразвития поддержал глава региона. На еженедельной планерке в Доме правительства обсуждали, как в Чувашии исполняют постановление главного санитарного врача страны. После декабрьской трагедии в Иркутске глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала мораторий на реализацию спиртовых настоек. Оказалось ли это ограничение действенным, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Благодаря введенному мораторию на продажу спиртовых настоек удалось добиться положительного эффекта. Только в республике количество отравлений суррогатом снизилось на треть. С начала этого года в Роспотребнадзоре зарегистрировали более 250 случаев. Специально неблагоприятными территориями по острым отравлениям спецсодержащих продукции, где превышен среднереспубликанский показатель на 100 тысяч жителей, являются Красно-Читайский район, город Канаж, город Чебоксары, Чебоксарский район, Красноармейский район и Козловский районы. Ежегодно регистрируются смертельные случаи от алкогольной продукции. Около 24% случаев отравлений заканчиваются смертельным исходом. В 100% случаев отравлений закончились смертельным исходом в Аллатырском, Комсомольском, Урмарском, Шумерлинском районах и города Шумерли. Реализацию продукции и содержание спирта, в которой превышает 28%, главный санитарный врач страны приостановила до конца июня. Но все же ряд предпринимателей нарушают запрет. С нерадивыми бизнесменами в Министерстве экономического развития решили не церемониться и лишать лицензии. Если в прошлом году нами было проведено 746 проверок по лицензионному контролю, в результате которых было 23 лицензиатам отказано в выдаче лицензии и прекращено было действие 22 лицензий, то вот по состоянию на 1 апреля этого года 120 внеплановых проверок было нами проведено и трем соискателям было отказано в переоформлении лицензии. В республике ограничивают и продажи фанфуриков в аптеках. С их руководителями подписывают меморандумы. В рамках этого соглашения по инициативе Минздрава регулярно проводятся профилактические рейды с привлечением волонтеров, встречи с руководителями аптек. Учитывая актуальность проблемы от имени главы республики, в прошлом году в адрес председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева направлено обращение с инициативой об изменении требований к отпуску спиртозадержащих лекарственных препаратов из аптек и установлении четких требований к гектаре и упаковке. Но пока не все аптечные сети отказываются от продажи спиртосодержащих настоек добровольно. Неоднократно уже поступают обращения от жителей Донман номер 31 по Эгерскому бульвару города Чебоксары в адрес аптеки столичной фармацевтической компании, а также жители дома номер 26 по улице Щербакова в городе Шумерли в отношении аптеки Global Farm. Учредитель компании Global Farm признает, что ее аптечная сеть фанфуриками торгует, а продавцы предупреждают покупателей о рисках. Глава региона подверг критике такой подход. Михаил Игнатьев отметил, что наживаться на здоровье людей недопустимо. Мы не применяем такие жесткие меры. Вот если несколько фирм просто закрыть, порядка будет больше. Люди мне спасибо скажут. Люди просто употребляя эту спиртосодержащую жидкость, как врачи говорят, доктора говорят, через три года практически у них печени почти не остается, к сожалению. Это беда для человека, для семьи и для нас, для всех. Решать проблему алкоголизации в республике продолжат. В ближайшее время в регионе с 22 часов вечера будет ограничена продажа пива, сидра, пуаре и медовухия. Но в Чувашии надеются и на то, что мораторий на реализацию спиртовых настоек будет продлен. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Проект нового микрорайона есть, а одобрения жителей прилегающих улиц нет. Речь про территорию между улицами водопроводной Константина Иванова в Чебоксарах, которую уже окрестили микрорайоном премьер. В Большом зале администрации столицы республики в очередной раз прошли публичные слушания. За жаркой дискуссией наблюдала Ольга Пырочкина. Наталью Афанасьеву и ее соседи из дома номер 11 по улице Водопроводная на публичные слушания привела вероятность остаться без детской площадки, парковки и вообще двора. Дело в том, что на территории между улицами водопроводной Константина Иванова и Московским проспектом планируется новый микрорайон «Премьер». И для застройщиков важен каждый метр земли. Мы в свое время не утвердили дворовую территорию и сейчас оказались в такой ситуации, что нас со всех сторон урезают. И у нас, по сути дела, не остается двора. И нам хотелось бы все-таки это узаконить и сделать как положено в пределах нормативов, которые положены для дома. Проблема Натальи Константиновны – только верхушка айсберга недовольства жителей, живущих на прилегающих к будущему микрорайонных улицах. И это несмотря на то, что проект уже неоднократно выносили на обсуждение и архитектурного сообщества, и общественности. И впоследствии переделывали с учетом мнений от тех и других. Да и строительство уже началось. В настоящее время нам ведется строительство четырех жилых домов со сроками сдачи в 2017-2018 годах. И в текущем году планируется начать строительство еще двух жилых домов. Приступив к реализации проекта, после утверждения в 2015 году, нами, тем не менее, было принято решение пересмотреть часть проекта планировки территории. Одна из основных претензий к нынешней версии проекта района на непростом рельефе – перенос места расположения будущей школы с участком между домами 11 и 15 по улице Водопроводная ниже и сокращение количества мест. Пусть школа стоит там, где ровное, хорошее место, где есть подъездные пути. Они устраивают на этом месте муравейник. Проектировщик посчитал, сколько нужно мест в школе для детей будущих жильцов и забыл про потребности жильцов нынешних. Хотя школу в их районе им обещают уже больше 10 лет. По расчету, получается, нужно 263 места. Школа запроектирована на 275 мест. Уважаемые женщины! Жители, которые живут в данном микрорайоне, они уже пользуются школой. За Афанасиевым за пять остановок. Не учтены те дети, которые проживают в данном микрорайоне, уже существующих в домах. Абсолютно справедливое замечание. Если мы рассматриваем территорию в комплексе, то нужно учесть и те дома, которые уже существуют на прилегающих территориях. И по школе, и по детскому саду. Надо это учесть и надо подкорректировать в этой части. Надо учесть и еще один немаловажный факт. Когда речь идет о застройках, на старых площадках всегда найдутся те, кто не захочет оставлять свою землю. Я не продам свой участок, и все. А вы нарисовали на моем участке, что знает что. Видимо, представителям компании-застройщика, проектировщикам и городским властям предстоит еще не раз встретиться с жителями. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. В минувшие выходные в деревне Старая Буянова Янтиковского района сгорел жилой дом. В результате пожара погибли три человека. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии начало доследственную проверку. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Чебоксарах появился новый троллейбусный маршрут и изменилась схема движения двух других. Троллейбусы под номером 22 будут ходить по тому же маршруту, что и 49-я маршрутка. Улица Энтузиастов, проспект Никольского, улица Гузовского, проспект Горького, улица Университетская и обратно. В часы пик каждые 8 минут. А вот непопулярный 7-й троллейбус ездить больше не будет. Вместо него по улице Мичмана Павлова и Московскому проспекту будет 21-й троллейбус. 21-й маршрут немножко изменили. Мы его закольцевали в Северо-Западном районе. Раньше он ездил до университета напрямую, потом возвращался обратно по своему маршруту. Теперь он едет до университета. В университет до конца не едет. Заворачивают на Мичмана Павлова в Больске, после Боливара и Новости. Как бы на Мичмана Павлова и вывозят пассажиров с этой улицы. И еще одно изменение. Троллейбус номер 9 перестанет ходить по улице Гагарином, зато будет заезжать на Красную площадь. Конец мая. Горячая пора для выпускников. В этом году экзаменационный марафон откроют за вице-классники. 26 мая пройдет первый экзамен в формате ОГЭ. Тремя днями позже экзамен по выбору для одиннадцатиклассников. Об этом говорили на городской планерке. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Похвально. Чтобы экзамены всегда были в радость, готовиться к ним нужно как минимум за полгода. Понимая это, педагоги еще с ноября прошлого года организовали в Чебоксарах проект «Пять с плюсом». В его рамках еженедельно проходили бесплатные консультационные занятия для выпускников. Кроме того, в ведущих вузах республики проходят семинары для будущих биологов, химиков и экономистов. По мнению учителей, все это будет способствовать успешной сдаче итоговых испытаний и поступлению в учебные заведения. Все выпускники текущего учебного года зарегистрированы в региональной информационной системе. Определены пункты проведения экзаменов ЕГЭ и 30 пунктов проведения экзаменов ОГЭ. В каждом пункте предусмотрено участие до 300 человек максимум. Все экзамены в форме ЕГЭ будут проводиться в режиме онлайн-видеонаблюдения. С этого года в систему ЕГЭ введен ряд изменений. Из ЕГЭ по физике, биологии и химии исключена тестовая часть. Время на задание по биологии увеличивается на полчаса. Кроме того, результаты ГИА теперь будут влиять на итоговые оценки в аттестате за 9 класс. Выпускники 9 классов с ограниченными возможностями здоровья, как и в прошлом году, могут сдать только два обязательных предмета – русский и математику. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Команда КВН «Чуваш» и «Чагу» приняла участие во второй игре четвертьфинала первой лиги. Конец прошлой недели стал для жителей Казани по-настоящему смешным. А все потому, что КВНщики со всей страны съехались для участия в играх телевизионной первой лиги Международного союза КВН. Чебоксары, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Елабуга, Лондон. А всего 23 команды из 20 городов России. И не только приехали в столицу Татарстана. На этот раз КВНщиков собралось так много, что веселили казанских зрителей, а не 4 дня. Во второй игре одной четвертой финала первой лиги КВН смешили и зрители, и жюри команды КВН «Чуваш» и «Чагу». Самые сложные в поездке таксист слушают разговоры таксиста. Но еще сложнее, когда он немножечко странный. Строители 30? Да. Начинаем движение. Дети в честь меня собаку назвали. Рекс. По итогам игры из шести команд в полуфинал прошли только три. И наши чуваши в их числе. Теперь КВНщики будут усиленно готовиться к следующей встрече. На это у ребят целое лето. Полуфиналы и финалы лиги пройдут, как всегда, осенью. Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Алексей Андреев, Республика. Наши новости можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». До завтра.